Обсудили итоги работы и поговорили о планах на будущее. Встреча студенческих отрядов в рамках проекта партии «Единая Россия. Камчатка. Территория добровольчества» прошла в Дворце молодёжи в Петропавловске. Сегодня в Камчатском крае студенческий отряд является самой крупной, самой мощной. Общественная молодёжная организация, она единственная, у которой есть системное строение и представление даже в отдалённых районах. У нас сегодня, наверное, сразу несколько мероприятий было объединено в нашу площадку. Мы встречались сегодня с бойцами студенческих отрядов, говорили о их участии в рамках партийного проекта «Камчатка. Территория добровольчества». Сегодня именно студенческие отряды – это главный фундамент добровольческого движения на Камчатке. Ребята активно включаются во все социально значимые мероприятия. Ребят трудоустраивают по различным направлениям, таким как строительные, педагогические, путинные, дорожные, медицинские, сервисные и профильные. Бойцы отрядов участвуют также в крупных акциях и мероприятиях. Переход с аналогово на эфирное телевещание, день донора, день дерева, снежная сказка, в ходе которой студенты поздравляют детей в детских домах. Недавно бойцы отряда «Вулкан» вернулись из Челябинска, где участвовали во всероссийской стройке. Наш комиссар нам очень приятно из 51 отряда стал лучшим, а наш отряд, работающий на заводе, показал на данном заводе лучшие производственные показатели. Это говорит о том, что на Камчатке студенческие отряды развиваются, и с Дальнего Востока прошел отбор и полетел на всероссийскую стройку только один регион, это Камчатский край. И мы очень хорошие позиции занимаем по трудоустройству, по производственным показателям и федеральному рейтинге. У нас и на территории Камчатки проходил яркий проект «Межрегиональная студенческая пути на Камчатка-2021», в которой приняло участие более 100 человек со всей России. В этом году на Камчатке удалось трудоустроить около 300 студентов. Более того, во всех вузах полуострова созданы штабы отрядов, где бойцы напрямую взаимодействуют со студентами и рассказывают им о преимуществах отрядов. Сегодня мы с ребятами общались, вы видите, они живые, активные. У нас не все пришли сегодня, вот, например, командир отряда «Вулкан» сегодня работает с так называемыми, как они называют, первошами, которые первокурсники. И все эти мероприятия позволяют до 30-40 человек дополнительно привлечь в отряды. Даже вот когда мы такое проводим, ребята занимаются работой, чтобы число студентов, работающих у нас увеличилось. У нас есть и постоянный актив ребят, которые участвуют в мероприятиях. Это около 170 человек по всему Камчатскому краю, потому что у нас ребята есть и как в Петропавловске, так и в Ельзово, Вилючинске, в Паване в том числе. На встрече обсудили и планы дальнейшего сотрудничества. Бойцы отряда внесли свои предложения. Девушка из рук предложила ряд мероприятий, попросила поддержать нас. Мы говорили про снежный десант, это всероссийская акция, где мы активно принимали участие. В том году 50 ребят было по всей Камчатке, в 7 муниципальных районах приняли участие. В этом году планируется человек где-то 70, говорят, еще есть достаточно конкурсный отбор. Я вот у ребят спросил, кто участвовал, участвовал уже почти весь зал, увидели, руки подняли. И ребята хотят принимать участие и в следующем году. Для студенческих отрядов на Камчатке есть серьезные меры поддержки со стороны краевых властей. Мы покупали билеты отряду «Вулкан» всем ребятам туда и обратно. Далеко не во всех регионах такие меры поддержки. И снежный десант мы тоже брали на себя, отправляли ребят, покупали билеты, снабжали их полностью. И те комиссарские крупные мероприятия, конечно, тоже ребят поддержим. И думаю, так и должно быть, потому что вы видите, какой результат работает. Это самое главное, вот эти ребята заряженные, желающие делать хорошие вещи. Студенческие отряды – это не только возможность подзаработать, но и получить незабываемые эмоции и впечатления, которые останутся с ребятами на всю жизнь. Это друзья, новые знакомства, то есть та самая, наверное, романтика студенческих отрядов. У нас вступить в студенческие отряды можно с 14 лет, да, но работать в связи с трудовым кодексом могут ребята только с 18 лет. Добавим, движение студенческих отрядов на территории края возродили в 2014 году по поручению краевых властей. А с 2018 года штаб работает на базе Дворца молодежи. За 7 лет на полуострове трудоустроили более 1300 камчатских студентов и 710 других регионов страны.